Следующими свое приветствие продемонстрируют ребята из инженерного факультета команда, которая называется 48 часов. Встречаем! Здравствуйте! С вами команда 48 часов. Ну что, ребят, мы на кубке? Надо удивлять. И что у нас есть? Да вот у нас, Андрей, у нас такие чудеса вытворяет. Ну, прямо прирожденный мак и чародей. Андрей, давай. Ну не чудеса, да? Это все не то. Так, ребята, можно мне сказать, у меня просто накипело, у меня песня. Я знаю пароль, я вижу смс, с тобою разберется мой брат Аганна. У меня просто накипело, у меня парень бросит. Так, ребят, это все не то. Нужно что-то адекватное. У нас есть? Да вот, есть. Ну-ка, Влад, объяви меня. Представь себе, и шаг, который умеет свистеть, стоит на палеве. ПАЛЕВА! Это вообще все не то. А ты что-то так выперся? Ты сам мне так сказал одеться. И что это? Это стильно, молодежно. Цвитер с начесом. Вставай назад. Все, хватит. Пока это изошло слишком далеко, мы начинаем. А в каждом классе был такой лох, которого всегда обижали. Итак, представь себе, лох разлился. Я как-то знаю, кто нам в буфет сейчас гоняет. Слышь, лох, сгоняй мне за чебуреком. Слышь, лох, сгоняй мне за чебуреком. Я младшего брата. Ну, папа! Вот, будешь знать, как младшего брата обижать. Ну, папа! В семье на Новый год. Вот, молодец, мальчик. Держи подарок. Спасибо. А я знаю, кто ты такой. Ты мой папа. Я же тебе говорил, догадается, чувствует родную душу. Тихо ты, муж идет. Дорогая, я дома. Вот, сосед, я тоже с Новым годом. А на любой вечеринке есть такой персонаж. Да? Ты куда? Я домой. Зачем? Вы меня стебете. Да ладно, а че так рано-то? Это же твое день рождения. Вот, не надо тут ха-ха. Я себе цену знаю. Да ладно, Дэн, че ты... Витюк, а ты-то куда? Вы меня бьете. Каждому в детстве мама говорила эти слова. Если будешь плохо себя вести, он тот дядя тебя заберет. Случай в супермаркете. Так, если ты будешь себя плохо вести, вот тот дядя тебя заберет. Первый-первый, она нас раскрыла. Я не знаю как, валим отсюда, валим! А первокурсники на посвящении ведут себя, как бывалые пикаперы. Слушай, солнышко, я сейчас прям на минутку в туалет отойду, и вы с тобой летите в ночь. Я никогда не проходила. Что? 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 Алло, мам! Слушай, я как-то с девушкой, а где? Не-не-не, ничего не спрашиваю отца, это только лишнее. А вы сейчас где? На даче? То есть сейчас дома никого? Ха, я знаю, что нужно делать. Нарагай, поехали! Куда? На дачу! А у каждого футбольного клуба есть врач, а у ФК Кузькинельска он такой. Что вы делаете? Смотри, живое. Где вас так долго носят? Давай пока тут дойдешь, знаешь. Да тут и идти, от бортика до меня два шага. Ой, я так вспыхался, знаешь. Сделайте мне что-нибудь. А что у тебя? А что, по мне не видно? А я тебе что, рентген? В меня въехали. На машине? Да на какой машине? Вон в футболе желтый маяк, на меня въехал. Я говорю, ты на машине. Сейчас в трампунг сгоняем, рентген тебе сделаем. Все, все, просто заморозьте мне ногу и все. Полис давай. Какой полис? Нет у меня его с собой. Да что вы делаете? Просто вправьте мне ногу и все. Ой, нет. Тут сейчас кровище будет, знаешь, я это не люблю. Давай как-нибудь. Просто дерните мне за ногу и все. Да я сейчас так дерну, тут такое будет. Нет, давай как-нибудь сам. А в конце мы бы хотели вам сказать, поступайте на инженерный факультет, ведь именно у нас вы сможете прокатиться на тачке со 7 миллионов. Ты про комбайн имеешь ввиду? Ну да. Спасибо за внимание. С вами была команда 48 часов. Мария Анифонтова задает первый вопрос. Первый. Благодаря джентльминству, Александр. Спасибо, Александр. Всегда меня подводит. У меня будет наоборот. Я придумала ответ, вы придумаете вопрос. Вот смотрите, я сегодня первый раз в жюри за всю историю, ну, своего КВН. Вот. И у меня такой ответ. И так я оказался в жюри в Усть-Кенельском. А, вы были на концерте у Сиплова? И так я оказалась в жюри в Усть-Кенельском. А, собственно, друзья, вопрос у меня будет следующий. Представьте, что вы должны были вести корпоратив у вашего ректора, но так получается, что вы застреваете в пробке и не успеваете на данное мероприятие. И вы звоните Сиплому и просите, чтобы он провел этот корпоратив. Вопрос, что вы ему скажете? А, что вы скажете Сиплому? Три косаря, столовая СГСХ. Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Итак, вопрос практически берем на карандаш. Ну, все вы знаете нашу команду, являетесь боечками, команда нашей сборной СГСХ. Ну, вот мы считаем, что пора уже у команды, чтобы появилось название. Хорошее, веселое и смешное. Пожалуйста, за эти 30 секунд придумайте ей название. Ну, если еще и захотите объяснить, сделайте это смешно. Итак, придумайте, пожалуйста, название сборной СГСХ, ну и объясните. Бруминские музыканты. Центр культурного развития, ЦКР сокращенно. Как нас только не называли. И развитие культуры центра, и кассово-расчетный центр и так далее. Аналогичный вопрос. ЦКР, что это? ЦКР, что это? Может, бруминские музыканты, это я им предложу просто. Правда. Нет? Ну, достроим мы стадион. А как помогать нашей команде? Стадион достроим, а как помочь сборной России по футболу? Ну, с кинетских казахов на помощь отправим. Открывает музыкальный номер. Команда КВН инженерного факультета 48 часов. А наш музыкальный номер посвящается крепкой студенческой дружбе и, конечно же, учебе. Звучит музыка. Йо, мама родная. А что нам студентам лихим еще надо? Ютуб или телик? И немного бахавать. Так вот, наша компания 4 чела. По бумагам студенты, а так просто 4 тела. Сидим, смотрим фотки, обсуждаем ректора бал. И тут садем так хлоп. Блин, пацаны! Блин, пацаны! Я надегу не сдал! Мы так прикинули. Сейчас он в армию свалит, а он один знает пароль от Wi-Fi. Ну что, сидим, принимаем решение. Разрабатываем типа план садка спасения. Стучим по щекам, возвращаем в реальность. Сейчас все сделаем. Это типа формальность. В общем, нам тут не решить без подмоги. Нашли телефон какого-то с надеги. Набираем номер. 2, 7, 3, 45. Оттуда в голос. Вы что, бараны? Два часа ночи дайте поспать. Короче, решаем. Ведь мы не дебилы. Настало время решать все при помощи силы. В карманах костены, лопаты и вилы. Чтобы не палиться, оставили мобилы. Стучим, открывает Сергей Тарасов. Слово за словом начинается мясо. Свет у нас гаснет, плывем немного. Через 5 минут ни зубов, ни дотеги. Короче, сила ничего не решает. А Дрюха в травме, он подтверждает. Сделаем как официальные лица. Попробуем как-нибудь договориться. С утра причесались, почистили зубы. Там чистить-то осталось с полминуты. Заходим в корпус, трясет немного. Заняли позиции, ждем педагога. Пары проходят, идет перемена. Мы пьем чай, подбираем стены. Тут кто-то задал вопрос без ответа. Кто-нибудь знает, как выглядит препод? Короче, решили идти во банк. Санек идет первый, вперед как танк. Ищем кафедру, там точно помогут. Они должны знать, кто ведет медотеку. Заходим на кафедру. Типа крутые, а не встречный вопрос. А вы кто такие? Мы типа студенты второго курса, а они так... Опа, а что это мы не в курсе? Короче, ведем диалог по традиции. Нас можно слушать, но уж не оппозиция. Все разрулили, но в центре рассказа заходит Тарасов. Думаю, снова у мяса. Думаю, все на панике. Легко ноет, а Санек стал наоборот. Прям вообще спокоен. И говорит нам с лицом урода. Я ошибался, надега начнется через полгода. Ходи на все пары. Учитесь все длинные. И все годы учебы будут в Малине. Спасибо. Пятое место. Команда инженерного факультета 48 часов. Вообще.